Добрый вечер. Так безумно, что мы здесь все собрались и что нас всех так много. Я подумал, что сейчас снимать кино не очень нужно много возможностей, а нужно иметь большое желание, массу идей и готовения, и самые простые какие-то возможности по любой, телефон или модификатор аппарат, чтобы снять хоть что-нибудь. Итак, в августе мы буквально за супер короткое время сняли мини документальный фильм о новой коллекции, который сегодня презентуем вам в первый раз, и после него я вам кое-что расскажу. Буквально идет 10 минут, и далее я еще кое-что скажу вашему. Спасибо большое. Алло. Привет. Да, меня зовут Ром Уваров. Я создатель и креативный директор бренда Ром Уваров Дизайн. И сегодня я вам расскажу про наш бренд, метод и подход к работе, а также про новую коллекцию Тоша. В общем, любой процесс создания коллекции лично у меня всегда начинается с выбора темы. И обычно это какая-то личная философская концепция, теория, либо мое желание рассказать о своем или же там ярком образе. Долгое время я активно следил за разными илогиями, наверное, красивыми молодыми людьми, которые благодаря своей детской наивной красоте и зелёкости быстро проникали в доверие очень больших круг людей. Они влюбляли их в себя и очаровывали собой. Вообще благодаря чине и получали все желанное для себя, чего не отдавать в этом взамен. Именно тогда мне пришла в голову серьёзная мысль о том, что такая детская наивная красота, чистота и невинность – это какой-то настоящий инструмент манипуляции, духовный механизм. Это новое оружие будущего, способное разрушать. Ведь сама по себе экономическая красота безумно прозникает и маме, но она может быть очень опасна. Поэтому дети, как манипулятивная машина и новое оружие будущего, и есть главная тема коллекции. На самом деле, в целом для нас так важно эмоционально проникнуться и прочувствовать идею настроения коллекции, что в этот раз мы даже отправились делать мудборды ко мне на родину, где ранее я провёл всё своё детство. В них присутствуют яркие кусочки сгоревших советских букварей, которые мы просто разыскали на развалину сгоревшего дома, и изображения работ современных художников, которые меня очень сильно вдохновляют. И ещё детские винтажные фотографии этого времени, они также доносят на нашу южную атмосферу. Безумно я также люблю и даже иногда коллекционирую детские наивные рисунки. Я очень обожаю скучать старые простинки со сказками. А ещё его детство я прекрасно помню и вспоминаю кружины воротнички на детское игрушку. И вы, кстати, даже разыскали горы советских новых, но никому не нужных кружины воротничков, которые уже много, десятков лет лежали на складах магазина текстиля. И вообще мне идеально вписались в процент коллекции. Мне кажется, что они очень круто дополнены и украсили многие сделки. И как мы и дали его лучше. Друзья, сегодня последний день живы. По рабочей миссии вы должны приехать на барахол. Поэтому сегодня мы покупаем вида для работы. Мы очень часто посещаем разные большинные рынки и барахолки. И находимся всегда в поиске чего-то уникального. Ведь одним из главных вообще наших принципов бренда это использование очень понятных и знакомых всем, но уже ненужных кружей и дальнейших их переработок. Мы даем новую жизнь и оптимализируем их. Мы всегда очень сильно радуемся и гордимся своими находками. Особенно если не удается найти их в нескольких экземплярах или даже в больших количествах. Так вот, например, в этой коллекции по Система 2021 мы представим линию украшений. Это кольца, серьги и паслеты. Созданные из шамфоровых таких собачек с гжельской росписью. Это было невероятное подозрение, когда мы нашли 400 таких винтажных игрушек, расписанных в лучшую. Фигру 250. Моя бабушка работала в Желе на зарплате, выпускала эти статуэтки. В итоге они остались уже. Давали зарплату в 90-е годы. Вот и остались. И просто пришло время. Вот и остались. Каждое украшение из такой винтажной собачки сделано вручную. И это так забавно. Представляете, ранее этих собачек выдавали на заводе вместо зарплаты, вместо отделения. Долгое время хозяева хранили их и думали, что от этих статуэток вообще никакой пользы им абсолютно не нужны. И вот спустя столько времени мы нашли их, переработали и придали практическую ценность. А ведь каждая такая пара клипс несет в себе культурный пот. И вообще, если считать, даже несет в себе очень серьезную историю. Наделить вещь смыслом и эмоцией очень важно для нас. Вообще, я большой визуал и создаю одежду на чувством уровне. Обычно я со своей командой собираюсь ночью у нас в офисе, раскладываю вокруг себя все самое необходимое, с чем привыкли работать, и что нам так сильно нужно для работы. И под большим вдохновением работаю. Я не умею рисовать и не вижу в этом никакой проблемы. Обычно я рисую эскиз как могу, а уже на производстве объясняю на куске ткани, как хочу, чтобы из этого выглядела идея. В общем, это всегда экспериментальный и безумный процесс, в конце концов, которого мы получаем то, что именно за выбором. В этой коллекции мы интерпретировали детскую одежду во взрослый гардероб. Для нас было очень важно сделать некую иллюзию, будто бы взрослый человек случайно надел на себя одежду своего ребенка, либо детскую одежду, чтобы это выглядело немножко безумно, но очень мило, чтобы это было схоже с нашим концертом. В общем, я могу говорить об этом бесконечно, понимаете? Вы меня слышите? Алло! 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 из моей команды, без которых бы моего бренда бы не существовало, я хочу, чтобы вы сюда подошли, чтобы вы их очень громко и радушно поприветствовали. Я с ним, что вы главный наш любимый мир. Спасибо большого, ребята. Я думаю, что продолжение мероприятия продолжится в 23.00 на автопатии вместе с Кириллом Шабаламу. Мы поле решим в паре стрелка, а вот тут неподалеку. Я думаю, что расходиться не стоит, да, стоит уже начинать и продолжать веселье. Спасибо большое. Видео еще пока что два раза, занесем смотреть, можно посмотреть. Спасибо большое, всем хороших родных, ура! Кириллом Шабаламу Кириллом Шабаламу Кириллом Шабаламу Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok